Второй вопрос у меня к Департаменту культурного наследия. Вот очень скромная как раз адресная инвестиционная программа у ДКМ. Там всего четыре объекта значатся, но при этом какая-то огромная программа по ВДНХ, там все павильоны реставрируются. Меня интересует принцип, по которому ДКМ делает заявки на реставрацию объектов культурного наследия. Вот в Басманном районе около сотни таких объектов, и ни один из них не подвергается реставрации. Они разваливаются на глазах. Пожалуйста, например, дом Мазепы, 16-17 век. Он в чудовищном состоянии. Я могу большой список перечислить. То есть есть районы в Москве, которые вообще не затронуты вашим вниманием, Департамент культурного наследия. Каков принцип отбора? Вот из этого АИПа совершенно непонятно. Какие... Пожалуйста, Департамент культурного наследия. Ответьте на вопрос Сергея Сергеевича Кройкина. Добрый день, коллеги. Еще раз меня хорошо слышно, а то предыдущий раз были нарекания по звуку. С точки зрения объекта, который проходит и включается в программу. Во-первых, мы посмотрели только одну программу АИПа. Действительно, там содержится 4 объекта культурного наследия. Я предлагаю посмотреть программу, которая основной мероприятие по реставрации, по сохранению права проходит. Это государственная программа развития культурно-туристической среды и сохранения культурного наследия. По этой программе мы их реставрируем, и показатели наши не сменяются. Такие же показатели в 2019 году, в 2020, в 2021 год. У нас порядка 83-89 объектов постоянно находятся в реставрации за счет бюджета города Москвы. Также хотела бы напомнить, что порядка 700 объектов культурного наследия реставрируется ежегодно в городе Москве. Несмотря на пандемию, которая действительно тоже внесла свои коррективы на сроки выполнения работ многих объектов культурного наследия, тем не менее, темпы реставрационных работ в городе сохраняются. Я бы добавила, если можно, по ВДНХ. Прошу председательствующего тогда чуть-чуть не времени добавить. В части ВДНХ напомню, что комплекс ВДНХ включает в себя 49 объектов культурного наследия, а также 50-й объект – это сама территория достопримечательного места, территория ВДНХ. С 2014 года практически все объекты на территории ВДНХ включены в оборот реставрации. Проводятся как научно-исследовательские работы, так и реставрационные. Напомню, что никогда комплексные реставрации с 54-го года на территории ВДНХ не производились. И все объекты, которые были построены в 54-м году и были перестроены в 58-м, носили временный характер, и поэтому они действительно находились в аварийном состоянии в 2014 году. У нас составлена единая программа реставрации по ВДНХ, и, конечно, эти объекты в плановом порядке проходят свою реставрацию. Те объекты, которые вы называете в Басманном районе, в Басманном районе тоже проходят комплексные реставрационные работы, и мы не забываем этот район с точки зрения реставрации. Если у вас есть конкретные объекты, которые вы считаете, что не заслужены, не включены в программу, прошу вас, конечно, о них сообщить. И также хотелось бы сказать, что в Москве не только за бюджет города Москвы финансируются объекты, а и финансовая поддержка еще исходит с точки зрения заказа, а также частные инвестиции, которые тоже в достаточном объеме владеют объектами культурного наследия на территории города Москвы. Субтитры создавал DimaTorzok